С начала этого года в Коме случилось 24 происшествия на воде. 18 человек, среди них один подросток, утонули. Между тем, в знойные дни все больше людей отправляются к карьерам, озерам и рекам. В жару многие из нас тянутся к воде. Однако не стоит забывать, что часто в наших северных реках мы можем найти не только прохладу. Сегодня в Коме открыт лишь один пляж в Сыктывкаре. Остальные 45 – это так называемые места отдыха у воды. Одно из таких мест находится в районе Сосногорской Пожни, на берегу реки Ижмы. Купание здесь, как и в других местах отдыха у воды, запрещено. К сожалению, северные реки не соответствуют требованиям ГОСТ. У них сильное течение, холодная вода, глубокие ямы, водовороты. Но в жару и эти обстоятельства, и прямые запреты мало кого останавливают. В знойный выходной день побережья тех самых северных рек полны людьми. В субботу было очень тяжело работать, было более 200 человек. И когда ходили, делали обход, или сидели на вышке, но было видно, что дети заходят в одни воду, и ходили, делали замечания. Дети чаще становятся жертвами воды. 4 июля в микрорайоне Чит цыктывкарский коллега Дениса Старцева дважды предотвратил трагедию. Сперва дежуривший на берегу Сысылый спасатель Восвод спас троих тонувших ребят, а через полчаса пришел на помощь подростку, у которого свело руки в воде. Но стоит помнить, вытащить тонущего из воды нужно уметь. Уметь людей надо тоже спасать, потому что чаще всего это захватывают утопающие, и надо выбираться от захватов. Неопытный человек может и вместе с пострадавшим остаться там в воде. Это надо подготавливаться, а так вызывать спасателей, брать какие-то подручные предметы. Если есть там жилеты, это вторая жизнь на воде. О чем нельзя забывать, когда вы входите в воду. Во-первых, температура воды для купания должна быть и не ниже 18 градусов. Чтобы избежать судорог, стоит находиться в воде не более 15 минут. А во время плавания нужно менять стиль. Если же судорога свела мышцы, то стоит уколоть их булавкой, а если булавки нет, то ущипнуть. В чрезвычайной ситуации наше спасение и спасение тех, кто от нас зависит, в наших руках. Каждый человек, взрослый, несет жизнь, ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей самостоятельно. То есть, да, родители должны внимательно и неукоснительно блюсти за нахождением детей у воды, чтобы дети находились всегда под присмотром. Ни в коем случае не допускать нахождения несовершеннолетних детей на водных объектах. Отправляясь отдыхать у воды, не забывайте об элементарных правилах безопасности. Будьте внимательны, собраны и не пренебрегайте советами спасателей. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Сосногорский район.